Мяч в сегодняшнем матче. Павел Маслов отбирает в жестком стыке. Никита Теленков отдает на Данилу Кленкину, который просто шедевральный мяч закручивает в дальнюю девятку. Так Тюмень в дебюте матча открыла счет 1-0. В концовке, уже в добавленном к первому тайму времени, расчехлил свою пушку Артур Ребекобыленко. Справа из-за пределов штрафной пробил без шансов для вратаря. Мяч пулей влетел в угол и 2-0. Именно с таким счетом закончился первый тайм. Удалось отхвитать один гол. Вот здесь Земсков поборолся. Скинул мяч под удар партнеру. Точный удар и 2-1. Счет стал. Тюмень, в общем-то, не занервничал. Вышедший на замену Владимир Лишонок довольно быстро сделал свое дело. Данил Кленкин обыграл соперника. Вошел с мячом в чужую штрафную. Покатил Владимиру Лишонку, который очень технично и хладнокровно своим моментом воспользовался. 3-1. После этого уже во второй раз стрепенуться у Шинника сил не хватило. А тюменцы продолжали куражиться в атаке. Данил Кленкин вот в этом эпизоде зарабатывает пенальти. После нарушения Данила, после нарушения Евгения Яченко и Артур Ибакобыленко с 11 метров оформляет дубль. Перехитрил здесь голкипера и забил свой третий мяч. А после этого еще одна передача Кленкина уже в добавленное время и дубль оформляет Владимир Лишонок. 5-1. Тюмень показала классный футбол. Тюмень победила абсолютно заслуженно. Разгромила очень крепкого соперника и продолжает бороться за высокие места. Турнир на таблице 10 мая. Очередной матч дома против Нефтехимика. Ну, статистика говорит сама за себя. Здесь тотальное превосходство тюменцев во всем, кроме угловых. Мне остается добавить, что трансляцию организовала агентство спортивных новостей Тюменская арена. Режиссер Александр Лютоев комментировал для вас Максим Яковлев. До свидания. Увидимся в Тюмени на футболе.